Шахматы и цветы. Казалось бы, что может быть между ними общего? Однако опытному флористу и руководителю шахматной студии удалось их гармонично совместить. Шахматные баталии на открытом воздухе в окружении цветочных композиций развернулись теплым пятничным вечером на советском проезде в городе Видное. Идея организовать такой необычный турнир пришла руководителю детской шахматной школы Алене Соколиковой. Поддержал ее креативный директор студии букетов Владимир Петров. Сегодняшнее мероприятие мы задумали как мероприятие «Досуг для детей», для наших. Решили совместить цветы и шахматы. Мне интересно, что дети, которые поиграют в шахматы, какие у них мысли и какое мировоззрение у них изменяется при составлении букетов, при соприкосновении со цветами. В соревнованиях приняли участие 8 начинающих шахматистов в возрасте от 7 до 12 лет. Турнир проводился по олимпийской системе, при которой участник, потерпевший поражение, выбывал из соревнования. В случае ничьи встреча переигрывалась. Ученики все знакомые и подготовлены на 100%. Как такового отбора не было, запись была по желанию. Пришли сильнейшие поучаствовать в так называемом мозговом штурме. Для 10-летнего Германа это уже не первое соревнование. Мальчик занимается шахматами около двух лет. Мой самый запоминающийся турнир был в Тимоховском парке зимой. Я получила награду. Далее грамоту. Поддержать Германа пришла его бабушка Лидия. Он изъявил такое желание и предложил, что будь заниматься шахматами. И я помогаю ему, как бабушка. Ходим на все занятия, стараемся. Во время мероприятия у ребят была возможность принять участие в мастер-классе по изготовлению бутоньерок. Розы, булавки для броши, атласные ленты – главные составляющие миниатюрной цветочной композиции, которая крепится к одежде. Участникам шахматного турнира раскрыли секреты изготовления и рассказали историю происхождения аксессуара. Цвету платья нужно сделать букет невесты и в этой же тональности сделать бутоньерку. Смотрится, конечно, очень красиво, потому что цветы все украшают. Но самое главное, что ты сделал это своими руками. Допустим, их куда-нибудь поставят, в вазу, и ты смотришь на них, и тебе приятно. Тем временем в соревнованиях уже определились лидеры. Мите Исаеву в этот раз немного не повезло. Он уступил сопернику. Я убрал ферзя, который был на А1. Я убрал ферзя, и поэтому мой соперник сделал другого ферзя и поставил мне мат. Нужно было оставить ферзя на месте. А победителем шахматного турнира стал Георгий Аванесов. Георгию вручили главный приз соревнований – сертификат на бесплатный двухчасовой мастер-класс по флористике в школе букетов. Мы ходили шахматами, чтобы занимался ребенок. И так получилось, что студия была рядом. Мы увидели и решили отдать его на прудное занятие. И после прудного занятия он загорелся и начал ходить. Шахматы отлично развивают логику, усидчивость, внимание и концентрацию, а также повышают ответственность. И если сделал ход, то уже не можешь переиграть. Каждый находит в них что-то свое. Красивые партии, комбинации восхищают порой не меньше, чем хорошее музыкальное произведение или талантливая игра актера. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.